Привет всем, друзья! В этом выпуске вы узнаете о пяти самых доходных акциях за последние 20 лет, о перспективах биткоина и золота, а также о ценовом пике на предметы роскоши. Инстардинг представляет Интересные факты об инвестициях Акции Хотите узнать, сколько денег вы бы заработали, проинвестировав 100 долларов в самые доходные акции? За точку отсчета мы возьмем 31 декабря 1999 года и представим вам таблицу, в которой покажем, сколько у вас было бы денег по состоянию на 1 сентября 2020 года, если бы вы вложили 100 долларов. Итак, ваш общий доход на 100 долларов инвестиций без учета дивидендов был бы таким. Пятое место. IDEX Laboratories 10125 долларов Четвертое место. ANSYS 12645 долларов Третье место. Apple 14285 долларов Второе место. TRACTOR SUPPLY COMPANY 14900 долларов Первое место. MONSTER BEVERAGE 94000 долларов MONSTER BEVERAGE, производитель знаменитого энергетического напитка, воистину подтверждает свое название. Если бы вы вложили в эту компанию 100 долларов в декабре 1999 года, сейчас на вашем счету было бы 94000 долларов. Это значительно больше, чем у любой другой компании. Вы спросите, а где же остальные великие компании, такие как Facebook, Amazon и Google? А как насчет других известных компаний, таких как Walmart, Exxon или Berkshire Hathaway? Некоторые из этих компаний не существовали в начале века, а некоторые стартовали с более высоких цен. Биткоин Технические и фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего роста биткоина, и есть вероятность того, что в следующем году он выйдет на новый ценовой рекорд выше 20000 долларов. Об этом говорится в отчете старшего аналитика на рынках биржевых товаров Bloomberg Intelligence, Майка Макглоуна. Среди факторов, которые могут стать катализатором роста первой криптовалюты, он называет взросление биткоина как актива, возросший объем открытых позиций по фьючерсам и постоянно растущий интерес со стороны институциональных инвесторов. Макглоун говорит, для того, чтобы биткоин не вырос в цене, что-то должно пойти кардинально не так, и не исключает, что криптовалюта может подняться до отметки в 28000 долларов. Также он отметил, что пандемия коронавируса и проводимые Центробанками количественные смягчения снизила волатильность криптовалюты. Волатильность биткоина примерно в два раза выше, чем у NASDAQ. Когда цена криптовалюты и индекс впервые пересеклись в 2017 году, этот показатель был выше в 7 раз, пишет аналитик. Говоря о растущем интересе со стороны институциональных инвесторов, он обращает внимание на тот факт, что одна только компания Grayscale Investments выкупает около 25% поступающих на рынок монет. В этом году этот показатель составлял менее 10%. Еще одной причиной роста котировок биткоина, по мнению Макглоуна, является быстрый рост тезер. В прошлом году капитализация стейблкоина составляла 5 миллиардов долларов, а на сегодняшний день 13,6 миллиарда долларов, что говорит о более широком использовании криптовалютных активов. По мнению Макглоуна, мало что способно остановить дальнейший рост тезер. Аналитик ожидает, что стейблкоин неизбежно опередит по капитализации эфириум. Аксессуары и предметы роскоши В последние годы расцвет переживает, казалось бы, не самый очевидный сегмент рынка предметов искусства и коррекционирования. Это лакшери аксессуары. Их принято делить на три направления. Ювелирные украшения, часы и женские сумки. Как-то несерьезно по сравнению с искусством. Нет, вполне возможно, что по динамике и объемам продаж эти направления скоро догонят другие классические виды, так называемых «investments of passion», так называют инвестиции в предметы искусства и коллекционирования, живопись, нумизматику, редкие вина и прочее. В этом году суммарный объем продаж часов, сумок и ювелирных изделий на аукционах «Большой тройки» Кристис, Сотбис и Филлипс превысил 1 миллиард долларов. И это только тематические аукционы, без учета точечных продаж на других торгах. И сегмент аксессуаров рос в отличие от других направлений коллекционирования, например, современного искусства. У этого сегмента есть одна особенность. Его развитие определяют не только продавцы и коллекционеры. Доминирующими и очень активными игроками здесь являются бренды-производители предметов роскоши, статусные компании с многолетней историей. И они не только формируют предложения, но и сами стимулируют спрос. Как это происходит? Именитые дома – Кортье, Эрмес, Патек Филипп и другие – вкладывают в свою рекламу и имидж столько денег, что этим не только стимулируют первичный рынок, но и подогревают вторичный. И хотя между многолетними традициями покупки, дарения и передачи в наследство украшений, дорогих часов и сравнительно свежей модой на коллекционирование брендовых женских сумок, вроде бы мало общего, эти рынки похожи больше, чем кажется. Основная движущая сила на них – это колоссальные бюджеты компаний на маркетинг. За украшениями Кортье не охотились бы, если бы не Кортье. Собирают не просто сумки, а сумки Эрмес. Рекламные манипуляции, впрочем, не единственный рычаг, при помощи которого бренды влияют на состояние сегмента. Есть и другие. Так, например, Кортье для своего музея скупает на вторичном рынке свои же украшения, и этим подогревает к ним интерес и стимулирует цены. Часовые бренды контролируют вторичный рынок иначе. Чтобы подтвердить коллекционную ценность часов, покупатель должен обратиться в компанию и получить сертификат в подтверждении того, что все детали оригинальные и не подвергались замене. Только тогда цена будет максимальной. Первое место по обороту занимает, конечно же, сегмент ювелирных изделий. Так, например, кольцо Тиффани начала 20 века с трехкаратным голубым бриллиантом было продано за 1,6 миллиона долларов. На втором месте сегмент наручных и карманных часов. Кстати, показателен с точки зрения ценообразования рекордный результат для того же Rolex. Модель Daytona 6239 1968 года, принадлежавшая Полу Ньюману, была продана в 2017 году за 17,7 миллиона долларов. Тут в первую очередь сыграла история владения, благодаря которой часы перешли из категории коллекционных аксессуаров в разряд меморабилия. А вот рекорд для наручных часов принадлежит бренду Patek Philippe – 31 миллион долларов за модель Patek Philippe Grandmaster Chime на аукционе Christie's Only Watch в Женеве в ноябре 2019-го. По сравнению с часами и ювелирными украшениями, сегмент дамских сумок сравнительно молод и пока невелик. Годовой оборот продаж сумок составляет около 30 миллионов долларов. Золото. В 2010 году центральные банки мира прекратили продавать золото и начали его накапливать. Поскольку золото обеспечивает защиту от экономической неопределенности и манипуляций с валютой, действия этих центральных банков дают нам представление о том, какие страны наиболее способны справиться с экономическим штормом. Представляем вам топ-7 стран по мировым запасам золота. Седьмое место. Китай – 1885 тонн – 118 миллиардов 755 миллионов долларов США. Шестое место. Россия – 2168 тонн – 136 миллиардов 584 миллиона долларов США. Пятое место. Франция – 2436 тонн – 153 миллиарда 468 миллионов долларов США. Четвертое место. Италия – 2451 тонна – 154 миллиарда 413 миллионов долларов США. Третье место. МВФ – 2814 тонн – 177 миллиардов 282 миллиона долларов США. Второе место. Германия – 3369 тонн – 212 миллиардов 247 миллионов долларов США. Первое место. Соединенные Штаты – 8133 тонны – 512 миллиардов 379 миллионов долларов США. Согласно последним статистическим данным МВФ, Соединенные Штаты остаются крупнейшим держателем золота, храня в своих магазинах около 8133 тонн золота. Большинство других стран опускаются ниже отметки в 3000 тонн, а МВФ занимает третье место в списке. Золото известно среди инвесторов тем, что оно является активом-убежищем – местом, куда могут поступать деньги, когда существует неопределенность на фондовом рынке или в валютах. Те страны, где имеются большие запасы золота, имеют доступ к стабильным активам, которые склонны выдерживать финансовые штормы. В последние годы произошел сдвиг. Россия и Китай быстро становятся главными покупателями золота в мире, а их центральные банки быстро переходят на желтый металл с 2014 года. Мы видим это в рейтингах, где обе страны входят в число семи крупнейших держателей золота. Цена на золото в последнее время очень сильно выросла. По мере того, как инвесторы все больше сомневаются в экономическом будущем экономики каждой страны, бегство к золоту приводит к росту спроса и, соответственно, цен. Это также увеличивает стоимость золотых магазинов каждой страны. На этом все, друзья. Огромное спасибо вам за просмотр. Если понравилась данная рубрика, поделитесь этим видео с друзьями. Подпишитесь на наш канал Инстардинг, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и обязательно поставьте лайк. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok